В поселковом округе сейчас проживает 11,5 тысяч человек. На сход пришли самые активные жители и представители Совета ТОС. Их ознакомили с концепцией развития территории. Проектом нового генплана «Сочи в Красной Поляне» предполагается строительство школы, пяти детских садов, детской школы искусств, Дома культуры и молодёжного клуба. Также в планах разместить посёлки-больницу на 830 коек, две поликлиники и станцию скорой помощи. Кроме того, в генплане отразили необходимость обустройствовать девяти спортивно-игровых площадок. Обсудили и актуальные вопросы по ремонту дорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Жители просили модернизировать линии электропередачи и улучшить санитарное состояние посёлка. Глава города поручил в двухдневный срок решить вопрос с уборкой и увеличением количества мусорных баков. Ну а в целом, по словам местных жителей, они довольны положением дел. В Красной Поляне очень замечательно жить, потому что здесь налажена инфраструктура. Сейчас за последнее время появилась новая школа. Благоустроили сквер у нас на защитников Кавказа. Сейчас занимаются реконструкцией площадки спортивной. Ранее местные жители обращались к чиновникам с просьбой организовать в Красной Поляне ярмарку, на которой можно было бы купить местные продукты. Им сообщили, что её откроют к первому июня. Говорили и о работе управляющих компаний. После обращения местных жителей, специалисты Департамента городского хозяйства в отношении одной из УК провели проверку и выявили нарушение. Сейчас недоработки устраняют. Глава администрации Адлерского района проинформировал жителей об исполнении поручений, которые ранее были даны на таких же сходах. Так, завершены работы по благоустройству сквера по улице Волоколамской, выполнен ямочный ремонт дорог на Эстонской и Дубравной, отремонтирована система ливневой канализации на улицах Трудовой Славы и Вознесенской, а также тротуары Заповедной. Кроме того, установлены две детские площадки на Мичурино и Эстонской. Как отметил глава Сочи Алексей Капайгородский, Красная Поляна – это центр горнолыжного туризма и место притяжения большого числа сочинцев и гостей курорта. Важно, чтобы здесь появлялись новые социальные объекты, благоустраивались территории. Мэр подчеркнул, что эта работа должна проводиться с учётом мнений местных жителей. Также глава города поручил все обращения включать паспорт ТОС. Так, по итогам прошлого года уже выполнено 20 мероприятий. Например, организовано одностороннее движение по улицам Турчинского и Волоколамской, выполнен ремонт автомобильных дорог на нескольких улицах. Благоустроены детские площадки в посёлках Чвижепсе и Кепша, расчищено русло реки Кепши. На этот год паспортом ТОС запланировано 74 мероприятия. А все обращения, поступившие во время встречи, зафиксированы и переданы в работу. Их исполнение находится на контроле главы города.